С вами добрались... Привет, ребята! Ну что, наконец-то мы с вами добрались до заветной темы, которую спрашивали вы где-то месяц, а то и полтора назад. Несколько человек точно спрашивало, как решать конфликтные ситуации со своими клиентами, которые у вас заказали директ. Тема очень деликатная, я постараюсь ее обсосать и объяснить, свою конкретную позицию, но вы решайте сами. И на самом деле абсолютно случайно, вот честно, мы как раз сегодня вцепились с парнем на тоже интересную деликатную тему, которая, по сути, заключается в том, что клиент... Ну, мол, опять же, что Яндекс, конечно же, не отдает аккаунты клиентам, а, мол, директологи их оставляют себе и тому подобное. И то, что, мол, вот мы директологи такие классные, мы готовы вам пойти навстречу и всегда отдавать ваши аккаунты и так далее. Ну, я сейчас тоже некоторые моменты буду обсуждать с этого момента, с вот этих всех высказываний и так далее. Единственное, что хочу сразу сказать, во-первых, к парню никакого хейта или еще что-то не хотел ни в коем случае сказать, потому что тут, может быть, где-то я немножко сказанул. Но, тем не менее, очень часто, очень часто, это, опять же, можете считать это хоть ЧСВ, хоть что, то, что часто ребята, директологи, которые работают где-то 4 года и тому подобное, они думают, что знают уже о всех своих клиентах все. То есть, это, конечно, далеко не так, потому что я каждый год иногда прихожу к очень интересным выводам, и они достаточно сильно меняются, потому что рынок достаточно сильно бывает штормит и меняет. Вот, это первое. Во-вторых, то, что сами по себе ваши клиенты, ну, если у вас их недостаточно было, я не говорю, что это плохо или хорошо, это факт. Через агентства и тому подобное, через меня, бывает, проходит очень большое количество людей, действительно, огромное количество. И, бывает, знакомые проходят, им нужно рекламу сделать. Иногда это какие-то крупные абсолютно компании. Бывает, что приходят всякие разные там маркетологи нестандартные, с нестандартным мышлением и так далее. И ты каждый раз поражаешься человеческой, возможно, глупости и от меня, в том числе, ничего не хочу сказать, но, тем не менее, то есть, так, как развивается ситуация. То есть, конфликтная ситуация реально может развиться на каждом месте. И тут не надо, типа, хи-хи-ха-ха разводить на тему того, что, ну, вот, у меня все клиенты, они такие классные, у меня никогда не было конфликтной ситуации. Это, скорее всего, потому что у вас был один клиент. Ну, я сейчас не шучу, ребята. Если у вас не было конфликтной ситуации, то значит, что у вас еще не было клиентов. Либо нормальных клиентов хотя бы. Потому что факапы случаются всегда и везде, если это не так, то есть, вы считаете, что вы всегда идеальные директологи, жизнь вас очень быстро умоет. Ну, либо вы врете. Тут еще такой вариант. Потому что я не считаю, что у нас какие-то супер проценты. Я все покажу, расскажу и объясню сегодня статистики. Но, тем не менее, никогда не хвалился тем, что у меня нет конфликтных ситуаций. Они есть. Раньше были даже сотрудниками когда-то конфликтной ситуации. Ну, это уже давно. Это был 14-й год и так далее на этапе построения агентства. Это нормальная ситуация. То есть, если это не так, значит, ну, как всегда. Если никто не ошибается, значит, никто ничего не делает. Ну, ладно, хватит философствовать. Давайте потихонечку идти к конфликтам. С чего стоит начать? Первое и основное правило, почему всегда происходят конфликты, вы что-то друг к другу не договариваете. На разных этапах абсолютно. Либо вы не общаетесь с клиентом, либо клиент не общается с вами. Что-то произошло в какой-то момент. Вы перестали общаться. Либо обида, либо набор каких-либо еще взаимокакашечек. Вот даже банально, мы же с парнем тоже немножко поругались. Значит, и он тоже на конфликт так же ровно вылез, как, в принципе, я даже... Ну, ладно, пусть будет тоже сам виноват. Но, тем не менее, парень такой, я типа, у меня нет никогда проблем с клиентами, но ровно так же на ровном месте он взрывается. Соответственно, есть какая-то ситуация, когда человек может уйти в конфликт. Причем, повторюсь, это может быть что с клиентом, что нет. И я сейчас повторюсь, к парню конкретному никаких претензий. Я буду рисовать общий аватар директолога и объяснять, почему некоторые моменты и постулаты не совсем верны. Ладно, давайте с чего начнем. Давайте посмотрим. Значит, первое. Обсуждение проекта. Обычно все скажут, что на этапе обсуждения проекта никогда не бывает конфликтов. Это самое большое заблуждение, которое может быть. У меня было достаточно много случаев, когда действительно проблемы на этапе обсуждения проекта появляются не такие конфликтные ситуации, от которых вы потом будете долго плакать. Несколько приведу примеров. И это не так плохо, опять же, но бывает. Значит, из последнего самого конфликт был, даже чувак оставил комментарий на YouTube-канале, на котором вы смотрите данный ролик. Я не помню, что за тема была. По-моему, какие-то то ли фурелесцентные лампы, то ли еще что-то, ну, для обеззараживания, если вы знаете. Бюджет проекта, если я правильно помню, был меньше 100 тысяч рублей, но мы не работаем с бюджетом меньше 100 тысяч рублей, поэтому был дотянут до 100 тысяч. И это, кстати, проблема первая. То есть, как только вы не ставите жесткие рамки по бюджетам и тому подобное, вы потом начинаете иметь проблемы. В этом случае как раз это и случилось, кстати. Потом второй момент, то, что мы поставили ценник... А, у него была, извиняюсь, у него были свои требования. Требование у него было следующее, что у него сейчас CPA, если я правильно помню, 3,5 тысячи рублей в этой тематике, а он хотел 700 рублей. И у него был уже опыт с директологами, это он сам писал. Самый важный тоже будет следующий там этап, что это все идет, конечно же, под запись. Обязательно введите все записи, повторюсь, потому что потом потом отмыться будет тяжело. Если вдруг что... В общем, у него был какой-то директолог, как я понял. Я сам, естественно, не разговариваю с клиентом на первых этапах, это делает менеджер, но это все записано. У него был, скажем так, другой подрядчик, и он не удовлетворял данного заказчика. Что произошло? Он захотел CPA 700 рублей, на что мы посчитали, прикинули, что вроде как можно это сделать, без каких-либо сложностей. Но мы поставили ценник, и это тоже наша была ошибка, у нас минимальный ценник, с которым проектом мы работаем, от 50 тысяч. То есть любые работы начинаются с 50 тысяч рублей. Мы поставили 40. Это была наша ошибка, потому что человек дальше начал гнуть палки. Ну, естественно, нам, в принципе, как агентству, нет никакого смысла, как вы понимаете, лезть в какой-либо... на бутылку, короче, садиться, пытаться перед клиентом, потому что он захотел, чтобы мы прописали KPI в договоре. Это не так страшно, как вы понимаете, но, опять же, бюджет нужно прописать тогда жестко, он должен быть явно больше 100 тысяч рублей. Он захотел, чтобы мы прописали гарантии, что, если вдруг что, мы отдаем все деньги за работу, и все деньги, которые потратили на бюджет. Я сейчас не шучу. Вот. И после того, как мы сказали, хорошо, мы такое пропишем, но при этом мы ценник увеличивали, по-моему, до 140 или до 160 тысяч рублей за договор, что логично, согласитесь, но если человек выставляет свои требования, мы тоже можем их выставить. По итогу оказалось следующее, то, что человек начал сразу взрываться в формате того, что он ничего не писал особо, но он пошел просто везде, во всех местах, вставлять комментарии, какие мы негодяи, и то, что, условно говоря, у нас ученики делают директ или что-то такое. Я даже скрывать не буду, у нас действительно ученики делают директ, но они устроены у нас на работу, то есть, соответственно, они работают. Они работают в командах и тому подобное, то здесь в этом нет ничего такого страшного. Это реалии жизни, почему мы не можем, как агентство, которое также обучает людей, брать учеников к себе на работу, это же логично. Это не значит, что у нас они, условно говоря, мы их научили, и вот мы им там раздаем работу. Но, тем не менее, почему человек сделал такие выводы, из чего он сделал такие выводы, не знаю. Кстати, если что, любая клевета у нас нынче уголовная статья, так что будьте аккуратны, господа. Ладно, тут, в общем-то, не вопрос, вы поняли. Дальше. А, да, с обсуждением проекта еще, наверное, какой-нибудь надо случай рассказать. Случай следующий. У нас была девочка, очень интересный, кстати, случай. По итогу девочка, кстати, у нас заказала, это был Google. Девушка была Соединенных Штатов, русскоговорящая. Ей нужно было, по-моему, то ли доставку цветов, то ли еще что-то, организовать рекламу для своего маленького бизнеса. И мы ей что-то, по-моему, то ли не рассчитали, то ли не отправили информацию, то ли рассчитывали очень долго. По-моему, мы с ней, если я правильно помню, долго общались. По итогу, она оставила нам в Гугле одну звезду в Google-картах. Вот. И это, конечно, было в какой-то момент очень грустно и печально. Но потом я просто попросил менеджера обязательно перезвонить, уточнить всю ситуацию. И, короче, я спрашиваю менеджера, ну что, как дела? и они спокойно сказали, что, ну, менеджера, что она подписалась. И девочка у нас обслуживалась еще несколько месяцев. По-моему, тогда у нас только Альберт начал работать Абдулин в агентстве, и, по-моему, он даже взял эту работу по Гуглу. Одна из первых, по-моему, работ была по Гуглу в нашем агентстве. Ну, вот пример. И поэтому надо больше общаться с людьми. То есть, мы позвонили менеджеру у нас и решил эту конфликтную ситуацию тем, что, оказывается, девушка была недовольна, что мы просто долго отвечаем или долго коммерческое до конца не могли выставить. По итогу их все устроило, они подписали договор. И она, кстати, этот отзыв сама же удалила, даже мы не просили это делать. Так что вот. Дальше. Ну, когда клиент, кстати, самые большие проблемы, на самом деле, конфликты всегда случаются с теми людьми, которые вам даже еще деньги не заплатили. Вот самый яркий пример того, что люди как раз, когда вы им должны деньги, они вам много чего писать не будут, не будут пытаться делать гадости или еще что-то, потому что в какой-то момент они еще теплят надежду, что вы отдадите деньги. Либо если эта надежда пропадает, либо вы еще ничего не заплатили, то они максимально открыты и начинают просто делать гадости. Да, у людей бывает так, что просто очень много свободного времени. Например, мне просто влом. У меня сколько раз были всякие ситуации конфликтные со строителями, еще что-то, когда мне что-то сделали не так. Я даже никогда негативные отзывы не писал, хотя бывает там ущерба на сотни тысяч рублей. Почему? Потому что просто банально времени нет этим заниматься. Но у людей есть. Потому что они еще ничего не заплатили, соответственно, халява, плиз. Ну, чтобы вы просто понимали. Дальше. Подписание. Ну, да, я уж, кстати, тут, наверное, стоит еще сказать, что, например, у нас был когда-то случай, когда, ну, это такой просто офф-топчик, но я скажу, у нас очень маленький процент возврата по курсам. Особенно очень маленький процент возврата, когда людей что-то не устраивает в материалах. Чаще всего люди их что-то не устраивает, они просто хотят бабки обратно вернуть. Это очень частная ситуация, и, кстати, мы к этому еще вернемся. Тут инфокурсы просто немножко, конечно, не в разрез идут, и будет немножко инфо-цыганчиной пахнуть, но все-таки. У нас был парень, я не помню, лет 6-7 назад, очень давно уже, мужик заплатил деньги за курс, и, в общем, ему что-то там в техподдержке не отвечали в течение, там, часа. И он начал везде писать, какие мы негодяи. Так вот, даже не так, вру, он не начал писать, какие мы негодяи, получилось по-другому. То, что он написал мне в личку, я, по-моему, если я правильно могу ошибаться, либо в личку написал, либо в группе написал, просто давно уже дело было. В общем, я написал, что, ну, как бы подождите немножко времени, ну, то есть, час, камон, ну, можно подождать. при этом человек начал исходить на такие небольшие конфликтные ситуации. В общем, я просто сразу сказал, там, Миша Мажухин-то, да, этим всем занимался. Я говорю, Миша, отдай ему деньги. И как только человеку вернули деньги, вот тогда он зашел с какашками. Вот. Но, тем не менее, таких случаев миллион. Знаете об этом. Именно на этапе обсуждения проекта лучше человеку сразу сказать нет в какой-то момент иногда. Выставляйте твердые свои условия, не торгуйтесь еще, потому что, вот когда вы начинаете торговаться, начинаются большие проблемы. Вот. Это тоже факт. Как только человек говорит, ну, ладно, чего вам. До этого мы дойдем. Дальше. Значит, подписание договора, перевод денег. И тут тоже может быть конфликт. И тот скажет, откуда? Здесь-то откуда может быть конфликт? Рандомная ситуация. 2014 год. Делали Google для, по-моему, подъемники. Складские. вот складские, складская техника, складская техника, короче, простыми словами. Вот. Вилочные погрузчики и тому подобное. Первый раз с этой темой начал работать, и, значит, мы сделали рекламу, и оказалось, что мой менеджер, который только тогда еще начинал работать, по-моему, год работал, просто не взял, значит, не взял подпись договора у клиента. И да, мы только начали работать, то есть мы не делали ничего там криминального плохого, мы просто только сделали Google АДС, и мне прилетает досудебная претензия о незаконном обогащении. Ну, человек оказался просто юридически подкован и крайне быстро смакнул, смикнул, а что просто на халяву денег не получить? Вот кто-то скажет, а что? Ну, что, это значит, ты плохой, Костя, плохой директолог? Да это, от этого никто не застрахован. Если вы просто вам перевели денег обычно на карту и при этом у вас не подписан с человеком договор, я напомню, что это незаконное обогащение, оно работает еще, по-моему, с 13-го или еще раньше года, там поправки в закон несли. Все, конфликтная ситуация. Сколько раз так я, например, мог сделать с людьми? Ну, я так, конечно, ни разу не делал, честно скажу. Даже когда у меня некоторые подрядчики, там, условно говоря, вот даже по ремонту, вот я, наконец-то, дом достроил, ну вот у меня с кухней, например, такая ситуация была, я хотел прямо уже сделать, потому что так же вот, типа, деньги на карту принимают и без подписания договора бумажного. Ой, ребята, незаконное обогащение и все, очень легко можно деньги обратно вернуть, если что. Вот. Пожалуйста, конфликтная ситуация, конфликтная ситуация. У меня был случай, когда мы подписали договор и клиенту просто что-то не понравилось, вот просто в какой-то момент. И он говорит, верните деньги. Ну, я на тот момент вернул деньги и голову себе не ломал, но так бывает. Просто так бывает, ребят. Если у вас достаточный поток клиентов, такие случаи бывают. По статистике, я повторюсь, дальше скажу. Дальше. Начало работ по созданию, это рекламные компании либо какие-то другие работы. И дальше идет утверждение промежуточных работ. Конфликт. Может быть. Может быть. Как-то раз мы делали, тоже давно был, по-моему, 14-й или 15-й год, делали лендинг для мебельной фабрики какой-то, не помню, детская мебель или что-то еще. Мы сделали, надо было сделать полностью проект, это лендинг, плюс директ, АДС и так далее. Ребята заплатили предоплату и захотели посмотреть скетч. Ну, собственно, это один из этапов. Мы прислали скетч, прототип, им он так жутко не понравился, при этом, ну, я вам скажу, что ничего такого там криминального не было, то есть там реально нормально сделано. У меня наверняка где-то до сих пор лежит видео, как я даже его делал, скринкаст. Но смысл в чем? В том, что они без каких-либо объяснений, они просто написали говно, нам не нравится, верните деньги за предоплату. Вот на тот момент я пошел на принцип и не возвращал деньги, они написали досудебную претензию, но в суд не пошли. Ну, это потому, что работа-то, в принципе, по предоплате выполнена, в договоре. И это очень странно. Письмо они мне даже не прислали, по сути, живое. Они написали просто в электронном виде досудебную претензию, что он не является, по сути, документом, если что. Есть еще миллион случаев, естественно, но это просто такие яркие, я рассказываю. Здесь конфликтную ситуацию, мол, говно, и мы пытались узнать, что и как, и так далее, общаться, но люди просто не хотели в какой-то момент, просто не знаю, что-то случилось, как будто, вот знаете, бывает еще такой случай, когда вы общаетесь с клиентом, и в какой-то момент просто он переводит деньги, он мгновенно меняется, просто мгновенно меняется. То есть, вы общались, все было хорошо, и вдруг, ну, что-то случается. Такое бывает, и надо тоже общаться. Здесь мы пытались общаться, но люди сразу практически досудебку прислали, и мы такие, а, что это была, по-моему, одна из первых моих досудебок, которые мне присылали. Мне их прислали за всю жизнь штуки три. Одну из них, я, кстати, вам расскажу в скором времени, в конце декабря, будет смешно. Не связанная с директом, и вообще с моей работой, на удивление. Поржем потом вместе. Ладно, дальше. У нас идет окончание разработки, и тут тоже очень часто бывают конфликты. Я думаю, тут даже объяснять нет смысла. Я думаю, у каждого уважающего себя директолога, лендолога, таргетолога, еще что-то, здесь всегда на этих этапах хоть раз, но бывает конфликт. В каких рамках по-разному, опять же, что-то не понравилось заказчику. У меня был заказчик, которому, кстати, обратно даже вернусь, от утверждения промежуточных работ. У меня был мужик один, очень такой тоже своенравный. Я точно помню, почему, в каких годах это было, потому что я за границей жил и как бы помню, где это, в какое время происходило. Это был январь, ну, условно говоря, там, декабрь, январь 15-го года, 14-й на 15-й год. Я был в Таиланде, и мужику нужно было сделать лендинг на тему школы детского театрального искусства, что-то такое. Ну вот, я сделал подобный лендинг, скетч полностью был утвержден, хочу заметить, и прототип, и дальше начался дизайн. Я после этого точно зарекся работать, во-первых, тут был мужик, но с такими творческими тематиками нафиг, это точно, и мы поставили жесткие условия, не больше трех прототипов в дизайне, дальше платите, потому что мужик пытался, короче, была тоже моя ошибка, сначала я пытался как-то лезть, в том, что объясняю, что не надо менять дизайн, он все хотел-хотел, короче, потом я случайно зачем-то по глупости тогда дал дизайнера, дизайнершу девочку, и девочка в какой-то момент просто сказала, слушайте, пошли вы в жопу, и, естественно, тут началась конфликтная ситуация, мы ничего не запустили, никакую рекламу, потому что человек уже такой, верните деньги, потому что вы обманщики, тунеет и так далее, но человек изначально был прототип, есть дизайн, а он решил все переиначить с самого начала, я помню тогда его очень интересные слова, точно запомнил, он мне объяснял в какой-то момент, что у вас нет рекламы, какие вы агентства, какой вы агентство, причем у нас было достаточно много рекламы, просто мы ее тогда не в директе давали, а в таргете ВКонтакте, и мол, вот вы негодяи, и обманщики, и тому подобное, ну, это такие были в том числе аргументы, но человек здесь на обратно деньги не получил, потому что, ну, тут уже прям реально человек полез сам в какую-то непонятную историю, зачем-то, пытались с людьми общаться, сразу говорю, не было такого. Окончание разработки, в окончании разработки, повторюсь, здесь много чего можно придумывать, здесь вот с окончанием разработки, но, пожалуй, да нет, тоже это уже дальше, следующий этап, у нас все-таки крайне мало конфликтов при окончании разработки, но наверняка они были, надо просто припомнить. Первые тесты, какие конфликты могут быть? Один раз мы оставили, я помню, тоже 14-й год, что ли, или что-то такое, мы оставили случайно включенную рекламу и скушалось 10 косарей у клиента, и он тогда, ой, как он тогда орал, блин, и объяснял мне, не мне вру, тогда был менеджер, уже работал точно, да, это менеджер объяснял, что с вас 10 тысяч мы удержим, и, естественно, мы тогда работали еще 50 на 50 и так далее, но мы, по-моему, все-таки деньги обратно все свои вернули, потому что пообщались с клиентом, но тем не менее, такие случаи тоже бывают. Что еще с первыми тестами связано? Что-то в голове было сейчас и вылетело с первыми тестами. Блин, случаев достаточно. Из последних прямо, ну, сейчас таких конфликтных ситуаций не бывает практически, но у нас сейчас и клиенты другие, то есть там, например, на первых тестах там люди сразу закладывают по 300-400 тысяч рублей, потому что изначально это было обычно оговорено или какие-то направления новые запускают, там идут первые тесты, и там всегда 100-200 тоже есть тысяч рублей, которые заложены в любом случае. Дальше. Первый месяц, какие-то доработки, потому что вы все равно будете вносить, и конфликт. Не сказал бы, что по поводу первого месяца, но в один из первых месяцев у нас был очень интересный конфликт с мужиком. Я делал уже мужику второй лендинг, если я правильно помню, и когда мы закончили разработку как раз второго лендинга, мужику что-то не понравилось, чтобы вы понимали, я сделал новый лендинг, как он хотел, но просто сделал его, ну, скажем так, просто новый дизайн. Ему он так же жестко не понравился, я уж не знаю, что случилось на тот момент. Он занимался пластиковыми окнами, занимается сейчас до сих пор, пластиковые окна и ворота, ворота. Пластиковые окна у нас работали, он хотел ворота. Или наоборот. Нет, по-моему, так правильно я сказал. Вот. И ему так настолько не понравилось, что он позвонил менеджеру и начал, а я на тот момент то ли куда-то уехал, то ли еще что-то, в общем, он до меня не мог дозвониться, опять же, условно говоря, час, два, три, там, в таком формате. В общем, он позвонил менеджеру и начал угрожать расправой, чтобы вы понимали. Вот до такого доходило. Причем до этого человек, в принципе, более-менее был адекватный. Ну вот. Естественно, у нас все это записываются, опять же, все разговоры в агентстве. Я ему перезвонил, и, ну, потому что он довел до слез практически нашего менеджера, я объяснил, что так делать не надо, потому что если записываться разговор, он очень сильно извинялся, когда я сказал, что все разговоры записываются, потому что, я напомню, это уголовно наказуемо, ребят. То есть, да, я понимаю, что люди иногда взрываются, да, мы все не всегда, скажем так, держим себя в руках и так далее, бесспорно, но в какой-то момент, я повторюсь, просто человек взорвался до такого, что он договорил на статью, а это очень плохо. Что-то хотел еще пока рассказать, пока вспоминал, но что-то забыл по поводу разработок, и что-то, ладно. А, был еще один случай точно, когда у нас, например, менеджеры еще раз тоже довели еще до момента, прям, обсуждения проекта, у нас позвонили, ну, в общем, человек занимался какое-то производство, если я правильно помню, сэндвичи панели, вот, если я правильно помню, я могу путать, ребята, давно было, в общем, смысл какой в том, что мы что-то добавили туда, дополнительные какие-то ключи, которые он не хотел, вот, и он сказал следующее, даме, менеджеру, что вот вы, такие-сякие вы, ну, условно, перешел на личности к даме, и объяснил, что не работает с бабами и хачами, это цитата, если что, вот, и после этого, когда я послушал этот разговор, потому что, ну, человек в слезах, рыдает и так далее, потому что это было сказано в очень грубой манере, я перезвонил этому господину, естественно, всегда так случается, к сожалению, что с мальчиками общаются данные индивидуумы в формате ой, здравствуйте, ой, такие хорошие, вот, но, к сожалению, по факту, я, естественно, человеку объяснил, что так делать не надо, не объяснил, что работать мы не будем, если уж совсем вкратце, но, при этом я хамил, и человек слушал, вот, это очень странная ситуация, но люди действительно так устроены, не знаю почему, поэтому, когда вот мне говорят, что ты вот девочек так не любишь в директе, и так далее, девочки, как директологи, хорошие, но конфликтные ситуации они решать не умеют, потому что, к сожалению, не все, хорошо, извините, это исключение может быть, но бывает так, что девочки не умеют решать конфликтные ситуации, потому что им проще, они трясутся и так далее, они не знают, что сделать, им проще в какой-то момент просто не общаться, то есть заблокировать, еще что-то сделать, то есть вот прям не решать, ну, то есть проблемы решать приходится все равно мальчиком, может быть, это мое личное сугубо мнение и так далее, я ничего не хочу сказать, но по опыту вот так, но при этом хочу заметить, что у меня менеджеры, девочки, все равно работают по работе с клиентами, поэтому, да, бывают просто какие-то такие нестандартные ситуации, и с которыми просто приходится разбираться, например, мне, что поделать, еще я сразу скажу, например, директологи сами по себе с клиентами не общаются, да, имеют в виду даже не подмастерия какие-то, даже ребята, которые занимаются конкретно, ну, давайте так, project manager, если простыми словами, да, конкретно проектами занимаются, они никак не общаются с клиентами, но чтобы не было вот эти все конфликтные ситуации, не развивались, во-первых, сильнее, потому что люди могут всякие разные, по-разному бывает, так что реально, ну, это люди, которые, скажем так, занимаются только директом, ребята, вы сами наверняка это прекрасно понимаете, вы такие, да чё этот вот хер понимает в директе, я вот лучше разбираюсь, чё это он лезет и так далее, в общем, часто просто так случается, что лучше, скажем так, другому человеку пообщаться с клиентом и успокоить его, нежели точно это будет директолог, потому что директологи могут, ну, сказать свои резкие слова и потом с клиентом не найдете общий язык, скажем так, обратно вернуться, вот, дальше, по поводу ведения, вроде как рассказал, да, ведение 2 плюс месяца, тоже конфликтные ситуации могут быть, что-нибудь из такого, самое популярное, пожалуй, это тогда, когда, ну, да, ведение 2 плюс месяца, я могу несколько конфликтных ситуаций выделить, первый случай у меня точно был, это в году, по-моему, 15-м, ко мне пришли люди по сарафану, чтобы вы понимали, они занимались, они занимаются до сих пор ангарами, им нужен был лендинг, это тогда, я еще напомню, бизнес молодость процветала вовсю, в общем, ребятам за 50% вперед, 50% после окончания работы, запомните, ребята, еще один очень важный момент, что, если вы работаете поэтапно, да, вот оплата поэтапно, это самый лучший вариант, если у вас большая сумма, только очень важный момент, не прощайте, не останавливайтесь, типа, а, ладно, потом оплатите следующий этап, и так далее, я раньше этим грешил, и в том числе 50 на 50, потому что, если даже 50% вторые должны быть оплачены, то они должны быть оплачены строго до запуска рекламы, иначе вы эти деньги, скорее всего, не увидите, пример, господа, мы им сделали лендинг, мы им сделали директ, я не помню, сколько тогда проект стоил, пусть будет 100 тысяч, ладно, 50 тысяч они заплатили, еще 50 не платят, в общем, мы им сделали лендинг, сделали рекламу, и запустили, в общем, все нормально, был единственная конфликтная ситуация, это тоже достаточно смешная, чтобы вы понимали, у меня тогда работал менеджер Светлана, если я правильно помню, или Наталья, не помню, как зовут точно уже, это год 15-й был точно, в общем, смысл какой в том, что это были предновогодние истории, сейчас 6-е у нас декабря, а так, по сути, это было что-то в районе, я закончил работу, где-то там в районе 20-го, 25-го числа, в общем, мы им позвонили, они были то ли пьяные, то ли еще что-то непонятно, записи разговоров есть, разумеется, и сказали, что работа завершена, принимайте акт приемки передач, и так далее, там человек ответил утвердительно, в общем, где-то 7-го или 15-го января нам звонят, здрасте, по-моему, мне уже звонят на телефон, ну что, Константин, давай деньги возвращать, я говорю, а за что, ну ты работу не сделала, говорю, какую работу, алё, ему говорят, ну там два мужика было, мы же, мол, работу-то всю, ну как бы, ждем, ты так ничего не сдал, мы, короче, присылаем, я говорю, хорошо, почту давайте, просто пересылаю, пожалуйста, телефонный разговор вместе с вами, а, да, ну мы не помним, ну ладно, продолжаем, как вам такое, ребята, а, как вам такие конфликтные ситуации, такое сплошь и рядом ведь случается, ладно, я не взял деньги, тоже глупость сделал, надо было 50 тысяч брать, естественно, и как бы дальше уже продолжать, не взял деньги, в общем, дело уже к февралю идет, мы, по-моему, катаемся на лыжах или еще что-то, в общем, звонят господа, я им перед этим написал, по-моему, или позвонил, сказал, ребят, надо как бы деньги заплатить уже, вторую половину, работает директ, у меня приходят заявки их, на минуточку, то есть они падают ко мне, в том числе на почту, такие, слушай, Константин, а, еще была такая маленькая претензия, им не нравилось, что приходят крупные ангары, на тот момент были достаточно большие, 5 миллионов, 5 плюс миллионов, они хотели поменьше, ну, мы, в общем, поправили, сделали, короче, по итогу, звонит второй господин, и объясняет, что, мол, нет никаких заявок, никто не звонит, а я же вижу просто, так что куча у меня заявок лежит, я говорю, я понял вас, хорошо, я без каких конфликтных ситуаций, просто отключил директ, поменял логин, пароль, разумеется, и выключил лендинг, на что у людей просто взорвалось, то есть, они такие, вот, мы сейчас приедем, тебе вот объясним, ну, то есть, ребята, это тоже уголовка, я напомню, так делать ни в коем случае нельзя, ни в коем случае, не надо такое делать по телефону, особенно, когда записывается разговор телефонный на минутку, по-моему, они даже чуть ли это не писали, в общем, я говорю, а если лендинг не работает, зачем он вам нужен, ну, то есть, обычный стандартный вопрос, зачем, камон, и ответ на это не последовало, они просто заплатили деньги банально, все, и дальше спокойно работали себе и работали, ребята. Ладно, еще один конфликтную ситуацию, наведение два месяца, я здесь как раз на господина, немножко, немножко с цитатой подойду, вот Антон, я сейчас зачитаю, да, не знаю, здесь крупнее работает, нет, в ВКонтакте работает, значит, всегда на этапе переговоров, доводим до клиента, что владельцам рекламных компаний всегда официальной позиции Яндекса нет, сразу говорят, никакая неофициальная позиция Яндекса, это точно, никто не придумывает, будет считаться тот, кто их создавал, нет, ребята, запомните это, вот эти официальные позиции, я позвонил, там дальше будет, и так далее, да неважно, кому вы звонили, я серьезно говорю, и здесь ребята в комментариях, я думаю, смогут также ровно директологи сказать по-честному, что нет, такого нет, клиент, если закинул больше сатена в рекламу, с одного, сразу скажу, например, с расчетки, или с частного лица, да, есть исключение, когда, например, есть много плательщиков, тогда нужно, короче, согласие всех плательщиков, почитайте, что такое перенос рекламных компаний в Яндекс.Директ, именно перенос с одного логина на другой, там при утере, еще что-то, даже если директолог добросовестный, там так и написано, мы вам вернем аккаунт, и это действительно происходит, и если есть даже такая кнопка, вот это и есть официальная позиция Яндекса, камон, не надо никуда звонить, для этого есть прям отдельная страница, что рассказывать-то, нет, я опять же, не к парню претензия, ну, просто молодой, я не против, опять же, я понимаю, что человек хочет доказать свое правосудие, чтобы восторжествовало, что, мол, вот, опытный и дурачок, но так не работает, к сожалению, ну, не работает то, что вы хотите, вот, но мы лояльны, как исполнители, отдаем полный доступ и приставаний, это, вот это как раз и есть обман, и я сейчас объясню, в какой ситуации это легко может сработать, допустим, Антон Смураков поругался как-то с клиентом, ну, он дальше написал, что он, мол, никак не ругался никогда с клиентами, потому что клиентов мало было, я уже могу, вот я много случаев объяснил, да еще есть куча, но тем не менее, смысл какой в том, что, условно говоря, клиент, что-то не поделил с Антоном, и вот, он, значит, рассказывает, что владельцам рекламной компании всегда будет считаться, кто их создавал, он приходит, допустим, этот замечательный господин ко мне, я говорю, давай накажем этого господина, ну, например, он не платит Антону, или Антон просто тоже ему что-то не понравился, он поменял доступы, я просто говорю, что писать туда, в то поле, замечательному вашему клиенту, прошлому, и у прошлого клиента появляются все доступы, ровно 3-4 дня максимум пройдет, появится представитель новый, и мгновенно компании исчезнут, вы заходите в этот логин, вы же не будете постоянно на нем сидеть, правда? У меня такое было, я это рассказывал, объяснял, у меня целый, целый, целое снято, вы представляете, у меня целое, записано, целый видео, не видео уроки даже, а целый видео, огромный курс, видеокурс про настройку интернет-магазина, даже это не видеокурс, это были прямые трансляции, я даже больше скажу, где я создавал полностью под ключ, очень дорогой, дорогую рекламу, не помню, 1200, что ли я запросил, мне заплатили 50% вперед, это был, по-моему, интернет-магазин светильников, довольно достаточно известный кейс, и он даже отчасти у меня лежит на ютубе, поэтому вы можете найти, смысл какой, в том, что человеку, мы по первому месяцу поработали, надо было сразу брать деньги, я сделал глупость, очередной раз, почему, потому что просто делал контент, на тот момент, то есть, когда у меня работает агентство, я, естественно, об этом даже не задумываюсь, потому что у менеджеров есть инструкция, что надо брать деньги, или бы все, пока останавливаем, я, естественно, распыленный, что делаю контент, мне было на тот момент плевать, я плюнул, думаю, ну ладно, на видео, на трансляции, кто их создавал, не компанию, я аккаунт, почту сам создавал, есть видео, чтобы вы понимали, полностью с нуля все создано, я вот, мое лицо, вот так же было, и это так не работает, короче, мы поработали какое-то время, и господину, ну, мы там немножко поругались, поссорились, почему, потому что, оказалось, если бы было нормально проведено в начале, и расследование, исследование, почему не работало, он работал с крупным агентством до этого, у меня тоже все записано, какие все плохие предыдущие агентства, так далее, я это, естественно, вещи не выкладываю, хотя вместе с ним все это, естественно, обсуждалось, все записи есть, но, оказалось следующее, что предыдущее агентство делало очень хитрую вещь, они создавали маркет, и нормально его крутили, и только когда маркет нормально откручивался, у человека были продажи, я это не заметил, это мой косяк, стоит признаться, то есть, я об этом, естественно, с клиентом поговорил, он объяснил, что я самодур, что я дурак, и пытаюсь съехать от темы, а, естественно, я не хотел съехать от темы, я ему показал статистику, все, в общем, я потратил огромное количество времени на этого клиента, это не нужно было делать, но, тем не менее, но, повторюсь, зато у меня есть и опыт, и огромное количество всяких записей, и тому подобное, в общем, смысл какой в том, что в какой-то момент человек поменял логин, пароль от директа, почему, потому что изначально я тоже сделал глупость, я просто не логин, пароль от директа, а от почты самой даже, я так больше скажу, но перед этим, предварительно, я, естественно, сделал себе представительские доступы, и сделал админские права, что в Гугле, что в Яндексе, так вот, в Гугле, аккаунт обратно ему вернуть, естественно, не удалось, потому что в Гугле другая политика, а в Яндексе, он написал, что он потерял просто доступы, и ему ровно через несколько дней вернули полностью весь аккаунт, не только с директом, но и с метрикой, и еще с Яндекс.Маркетом, как вам такое? Да, я сразу скажу, Яндекс.Маркет пару раз я, пользуясь некоторыми лайфхаками, возвращал, саму почту я вернул, я написал, что в Яндексе, и так далее, и это дальше описывал, и так далее, я ему, я, например, объясняю человеку, ну, такой, давайте пруф, у меня есть пруф, целый курс на эту тему, где я это все рассказывал, объяснял, в общем, чтобы вы понимали, этот директ еще проработал полтора года, без изменений, почему без изменений, потому что у Яндекса есть еще и баги, я их уточнять не буду, есть некоторые баги с плательщиками, и так далее, то есть я могу вообще, что угодно делать с аккаунтом, и дальше, ну, просто об этом Яндекс, видимо, не знает, ну, у него же есть официальная позиция, о чем вы, и дополнительно еще, естественно, я могу смотреть некоторые изменения, да и тем более видно, что, типа, те же самые объявления крутятся, и так далее, то есть все, все, что было создано, просто все так же и крутилось, без каких-либо проблем, ну, в общем, ладно, я сейчас не буду, потому что Антон там немножко переборщил, ладно, я просто серьезно говорю, я очень спокоен, я объясню просто, то, что вот эта часть, вот эта часть, это крайне важно, то есть то, что вы рассказываете людям, например, то, что владельцам рекламных компаний всегда будет считаться, кто их создавал, это, конечно же, вранье, ну, просто потому, что даже если вы прочитаете тупо вот некоторые странички от Яндекса, вы поймете, пожалуй, даже аферту, публичную, которую никто никогда не читает, а я читать начал ее, как раз, когда меня начали вот таким образом наеживать, и причем я сразу говорю, есть агентские, конечно же, аккаунты, они вообще спокойно переносятся, то есть все, что есть на агентских аккаунтах, легко раз, два, три и переносится без каких-либо сложностей, так что, это все такое себе, ребята, будьте аккуратны с этим, клиентам такие вещи не говорить, потому что, лучше уж вообще тогда промолчать, потому что, во-первых, клиент поймет, что вы немножко неправы, вы, ну, новичок, скажем так, и особенно, если это все дело действительно можно будет перенести, любой, более-менее опытный директолог знает, как это сделать, без проблем, в общем, случаев, таких, как вы понимаете, миллион, я сейчас не шучу, у меня есть, вообще, я все записываю, представляете, досконально, просто все это есть, и описано, как это происходит, что и как в платных курсах, мне просто лень это все выкладывать в открытую, потому что, ну, зачем, камон, идите купите курсы, и там есть все материалы, вот, поговорим, откуда вообще может прийти клиент, такие рядовые случаи, но нужно их разобрать, значит, первое, откуда он вообще может прийти, да, это пришел с рекламы, сарафан, социальный сарафан, социальный сарафан, это значит, что, вот, например, как я, записал там, например, видеоролик, или написал статью, его прочитал какой-нибудь человек, и потом такой, о, он прикольный, да, и я, вот, у меня есть друг, который, допустим, настраивает директ, ой, настраивает директ, хочет настроить директ, и, типа, вот, рекомендую тебе идти вот к нему, хотя лично может не, ну, скажем так, не использовать вашу услугу, то есть, условно говоря, человек, который увидел рекламу в соцсетях, или еще где-то, читает, подписан, и рекомендует, у меня таких случаев миллион, дальше, ушел от другого исполнителя, всегда, уже с опытом, ну, и теперь смотрите, три очень важных момента, да, то, что, первое, человек первый раз настраивает, тут, действительно, может быть, еще что угодно, человек может, ну, как, вот, опять же, там есть ребята, которые писали посты, комментарии, пардон, у меня, вот, например, вопрос закрытия клиента, так, вот, насчет клиентов с маленькими бюджетами, вот, прям, сто процентов, хорошим спецом, не станешь, получен навык, в полном объеме не получится использовать, хотя на всю жизнь, хоть всю жизнь учиться, а эти клиенты, еще и с говном сожрут, что 5-10 тысяч бюджета великого, не привел им 100-500 заявок, ну, и тому подобное, короче, ну, таких много комментариев на ютюбе, вот, и, по сути, там еще был один коммент, достаточно правильный, я его, сорян, не сфоткал, в общем, смысл какой в том, что, человек, который первый раз настраивает, он может действительно взять директ за 2 тысячи, за 5 тысяч рублей, то есть, там, где дешевле, просто потому, что, они приходят, такие, о чем вы лучше, ну, такие, ну, мы, у нас договор, все дела, и все, а, типа, какие гарантии, такие, какие гарантии вам нужны, и, ну, дальше может начаться гарантии, могут еще, просто тупо по ценнику пробивать, да, такое бывает, потому что они неопытные люди, и, в общем, иногда, они не понимают, что, в принципе, директ, он в Аферике, директ, настройка, я понимаю, дом, ну, банально, то есть, ты можешь хорошо настраивать директ, но просто не везет, что-то не работает, какой-то, понятно, кто-то скажет, ну, это вот не просто так, там, и так далее, но это все хрень, конечно, бывают рандомы, и бывает, что у новичка получается хорошо настроить, а опытного нет, ну, стоит признаться, такие ситуации случаются, поэтому надо просто привыкнуть, вот, и, естественно, если вы не можете объяснить, а вы не можете обычно объяснить, потому что опытные такие, пх, да ты просто не понимаешь, вот я опытный, и, в принципе, это обычно вот начинается какие-то вилами по воде, я сейчас, опять же, не к Антону, я, сорян, я сейчас просто пытаюсь объяснить на примере такого аватара, что часто бывает, что люди, ну, вы не понимаете, вот, можно сказать, что что-то типа еще одного УТП, как огромнейшее число топовых компаний, закрывают доступ сразу же, в таком формате, это, конечно же, полная чушь, надо понимать, потому что, это, как, что значит, закрывают сразу доступы, ну, это же, ну, типа, камон, парень, есть перенос компании, и все это переносится, и это все ваши лояльности, и так далее, это детский сад, да, конечно же, на новичков это работает, но как только, вот, попадается вот на этих господ, которые уже много раз настраивали, они могли сами настроить, или работать с подрядчиками, они вас пошлют сразу, с этими всякими приколами, естественно, опять же, сразу понятен бюджет ваш, то есть, когда вы работаете, первый раз настраивает человек, обычно у него нет больших бюджетов, ну, редко, когда есть, и такие обычно обращаются сразу в агентство, они, ну, не понимают, что вообще есть какие-то частные там специалисты, и к ним, ну, никакого доверия нет, вот, есть только не какой-то сарафан, опять же, ну, и опять же, настраивает для первого проекта, но уже не первый раз, это тоже достаточно, ребята, своеобразный, потому что у них иногда складывается некоторое впечатление, что им сделали плохо, а на самом деле сделано там хорошо, у меня был клиент один, тоже, пожалуй, конфликтную ситуацию нужно рассказать, он занимается в Домодедово, если я правильно помню, я просто был у него на базе, он занимается канализацией, ну, чисткой канализации, мы им сделали крутой лендинг, он у меня до сих пор лежит, даже в портфолио, хотя я уже портфолио с 16-го года не обновляю, кто знает, почему не обновляю, можете написать в комментариях, вот, но, смысл в чем, в том, что, мужика, мы очень долго делали лендинг, он прямо скрупулезно все пытался довести до идеала, мы все прекрасно понимаем, что надо просто сначала запустить, но, камон, вот, но, в общем, смысл какой в том, что мужик сказал, я не доверяю своему SEOшнику, можешь посмотреть, я такой, ну, ладно, давайте, я захожу и понимаю, что у него, ну, как бы до этого я знаю, что у него был SEO-сайт, но не видел метрику, я захожу и вижу, что он на всех первых позициях сидит в SEO, я такой, а это мне до запуска случилось, я такой, ёп твою мать, я такой, слушайте, а сколько у вас заявок просто с SEO, он такой, по 20 заявок в день, ну, не заявок, это звонков, и я такой, ёп, я за голову схватился, какой я идиот, почему я не посмотрел, что он все, он почти везде на топовый человек, на SEOшника, на которого он должен боготворить, он такой, он обманщик, я говорю, а сколько вы ему платите за работу, он говорит, 30 тысяч в месяц, и я такой, ё-моё, с кем я связался, и потом, конечно же, началось говно, но сначала было вроде как, такой думаю, ну, просто придирчивый клиент, и такой, ёп, потому что, ну, мы сделали работу, естественно, мы уже тогда уехали, я помню, я снимал даже ролик какой-то на свой канал, он тогда что-то нашел, какой-то ролик, через полгода, и начал мне объяснять, что-то типа того, что нужно вернуть деньги, вот, но на то, мы работу полностью закончили, вот, и мы им написали досудебную претензию, что нужно 50 тысяч, помню, тогда 100 тысяч проект стоил, вот, что надо 100 тысяч, типа 50 тысяч оставшиеся вторые заплатить нам, и он резко пропал, вот, ну, это ладно, опять же, ну, ведь факт, смешно, нет, по-моему, норм, и просто ты за голову хватаешься от тупости своей же, просто зачем, типа, ты связался с этими людьми, но изначально ты думаешь, ой, это хорошая сделка, ну, такое случается, ребята, ладно, давайте про переговоры поговорим, значит, первое, не стесняйтесь просить все, что на данный момент, есть у наработки у вашего будущего клиента, если клиент против того, чтобы дать инфу, вообще помечайте его как проблемное, миллион случаев, даже когда у людей бюджеты по 3 миллиона, они не дают какую-то инфу, одно дело, когда нужно NDA подписать, вы сразу там спрашиваете, ну, это с крупными клиентами, слушайте, надо подписать NDA, да, они такие, да, 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 и дают информацию, все супер, все окей, но если они вообще ни в какую не дают информацию, там начинается даже вот до этапа подписания договора, вот здесь, например, вы такие, хорошо, вы не даете, но у вас есть директ? Нет, у нас нет директа, вбивайте, смотрите просто в поиске, они есть в директе, вы такие, ну, камон, типа, ну, что, они говорят, ха-ха-ха, мы, типа, чуть ли не знаете, вот даже до такого доходило, что ха-ха-ха, мы вас пробиваем, проверяем, такие, до свидания, и все, зачем, зачем, ну, я понимаю, что в нашем случае, в моем, когда клиентов действительно много, слишком много, можно от многих отказываться, то есть, мы действительно уже давно не берем какой-нибудь там инфобиз сложный, какие-то тематики, которые полусерые, еще что-то, естественно, клиент, ребята, директологи, которые маленькие, они не могут себе такое позволить, но я рекомендую вам такое помечать, как проблемных клиентов, потому что вы с этим потом, ну, реально замучаетесь. Дальше, не стесняйтесь выставлять свои требования, в том числе, этапы работы, то есть, объяснять человеку, что поэтапно идет, и единственное, нужно аргументировать все эти требования, то есть, мне нужна ваша метрика, чтобы посмотреть, как, что, где у вас крутится, может быть, у вас проблемный сайт, например. А если они такое не дают, и вы аргументировали какие-то моменты, объяснили, еще можете проаргументировать, но они ни в какой не дают, ребята, есть большая вероятность, что будут конфликты, изначально уже, до того, как вы еще начали работать, ну, просто на этапе переговоров, камон. Дальше, вы слушайте внимательно клиента, потому что обычно в мелких вещах, как раз, особенно, если вы общаетесь, если общается ваш менеджер, то лучше, чтобы он максимально досконально все записывал, не только аудиоразговор, но и помечал все в CRM, потому что очень часто, не выслушав внимательно клиента, вы потом поймете всякую различную боль, постигните ее с клиентом, потому что он что-то говорил, а вы это просто профукали, что-то не добавили договора, что-то еще не добавили. Хорошо, если это всплывет на этапе коммерческого, и он скажет просто, что вы плохой человек, и в общем просто вас пошлет хуже, если это будет где-то более глубоко зарыто. Дальше, его требования разбирайте до конца, то есть лучше внести их в договор. Сколько таких было случаев, когда люди, ну условно говоря, сейчас точно не могу какие-нибудь моменты вспомнить, но все-таки, вот мы хотели вот так, вот прям вот так, если это не записано, например, либо в договоре, либо нет разговора, да, вот с клиентом не расписано максимально подробно, хо. Но вы можете попасть, ребята, очень сильно можете попасть. Но я вам буду потом говорить, нет, мы такое не говорили. Поэтому сложно. И обязательно уточняйте сроки всех этапов, потому что, ну я пример приводил, да, конечно, он совсем долбанутый, но таких случаев, даже с более адекватными клиентами, есть более адекватные, естественно, беспорно клиенты, тоже могут прийти к конфликтным ситуациям, потому что они хотели какой-то один срок, только вы говорите про другие сроки и так далее. Я почему, кстати, даже про этапы работы говорю, у меня был когда-то один мужик, не помню, что за ниша, тра-та-та, мы что-то разговаривали с ним, и первый этап работы это прототипирование, такой, а если я сам нарисую прототип, можно 35 тысяч условно из работы выкинуть, и мы такие, нет. потому что это важно. Бывает так, что я, например, с клиентом не так давно тоже в этом году разговаривал, он хотел компьютерную помощь запустить, и он все рассчитал и так далее от один из моих подписчиков, привет ему, и я сразу сказал, слушай, ты, конечно, классный братан, все замечательно, но все, что ты написал, это полная ересь, потому что это так не работает. Но все, что ты написал, это может быть работает, там он по листовкам работает, но это не работает в контекстной рекламе. Когда ему объяснило на самом деле, как это работает, он перестал хотеть лендинг. Может это плохо, это может антиреклама, но тем не менее. Дальше. Начали работу. Если накосячили, не стесняйтесь об этом сказать. Это самый странный совет, но он будет. Часто, если косяки озвучиваются, клиенты идут навстречу. Пример какой-нибудь. До агентства МКонтекста я работал вдвоем с парнем. Не помню даже, как его зовут. Вот. Это был год 11-12. Короче, очень давно. Нет, не 11-12. Мы только начинали веб-агентство мое. Мое. У него было веб-агентство, у меня не было. Я работал больше как менеджером по продажам, скажем так, потому что, да, еще мало чего разбирался, но директ делал с моей стороны, а с его стороны был, ну, кодинг, сайт, там, подобные вендинги. В общем, смысл какой в том, что он в какой-то момент, когда мы набрали клиентов, он убежал с кассой, взял свои деньги, а меня оставил у разбитого корыта. Ну, я не хочу ничего, вдаваться подробностей, мужик меня многому чему научил, в том числе и одну из нескольких умных истин, то, что первое, что в интернете зарабатывают только на говне, это известный факт, и он прав абсолютно, и, ну, всякие такие моменты. В общем, он меня научил в жизни, пусть это и стоило денег, но в том числе, как-то он меня оставил с клиентом, и я клиенту, честно, сказал, что вот этот парень, он убежал, я могу тебе вернуть только свою часть денег. И парень, по Павлу, если я правильно помню, я ему вернул часть денег, по-моему, мы тогда 70 брали, я ему 35 свои вернул, я говорю, второй, ну, извини, типа, они не у меня, просто банально. Чуваку все понравилось, и он мне заказал заново лендинг и рекламу по другому проекту после, по-моему, через год или через полгода. Ну, это вот такой банальный тоже пример, но, тем не менее, это имеет место быть. Если еще мы накосячили, ну, например, мы иногда не стесняемся об этом сказать, что мы в директе где-то накосячили. Да, такое бывает, ребята. Кто не косячит, тот не работает. И не надо, пожалуйста, врать, что вы идеальные директологи и так далее. Нравится врать? Окей, идите, врите дальше. Кому угодно, хоть мамке рассказывайте, она погладит вас по головке. Только до первого клиента, который потом из вас вытрясет все, что можно. Вот. Это, кстати, снимает иногда различные конфликтные ситуации, поэтому у нас нет негативных отзывов в интернете. Хотя, как вы понимаете, есть конфликтные ситуации уже за 10 лет. Так, камон. За 9, да? Правильнее говорить, за 9. Но, тем не менее, дальше. Что еще? Примеры какие-нибудь. Ну, ладно, давайте вот сейчас. Сейчас, если накосячили, озвучивают клиенты, избегают 70% конфликтной ситуации. Дальше. Накосячил Яндекс что-то со стороны клиента. Нужны аргументы с статистикой. Смотрите. Во-первых, бывает действительно, накосячил Яндекс. Такое бывает. Опять же, да, это не наша ошибка. Например, из недавних, ну, у меня, например, в мастере компании, я уже показывал это видео, в предыдущем видео, где 40 косарей улетело. Я заплатил из своих. А что делать-то, ребята? Ну, хорошо, накосячил Яндекс. У них же официальная позиция. Камон, вы же все знаете. А что же вы клиентам тогда деньги не возвращаете, когда сами накосячили-то? Или накосячил Яндекс. Вы же такие, да нет, это не я. Это вот, смотрите, официальная позиция Яндекса. Да клиенту наплевать, на самом деле, на какую-то официальную позицию Яндекса. Он потратил деньги. И если такая вот история, то надо что-то делать, надо что-то решать, какие-то проблемы. Не умеете решать проблемы? Все, до свидания. Ну, как бы, будет другой директолог или человек решать проблемы за вас. Все. Не бывает другого. У нас был случай, когда Яндекс скушал по недельному бюджету 70 тысяч у клиента. А это была пятница, если я правильно помню, в четверг съела за день. Да, если я правильно помню. А в пятницу деньги закончились у клиента. Он такой, и что будем делать? И я заплатил из своих денег вкинул в рекламу, чтобы она работала в выходные. Делать нечего. А чего? Рассказывать. Ну, это Яндекс виноват. В этом есть плюс. Я объясню, какой. Первое. Вы вкидываете деньги, но вам продолжают платить. Вам продолжают платить деньги. Агентские отчисления, если агентский аккаунт. С вами продолжают работать. Потому что вы можете честно все признаться, сказать, слушайте, я накосячил. Хотите записывать эти разговоры? Я, например, записываю иногда. Да, мой косяк. Вкинул денег, и все. Проблемы-то какие? Нет денег? А откуда? Вы же директологи. Вы же опытные директологи. У вас же 100% конверсия. Значит, у вас должен быть просто огромный список людей, которые хотят вам занести деньги. Почему у вас денег нет? Странно. Странно. Но я сразу скажу, что мы часто, бывает сейчас особенно, деньги закидываем, если что-то есть, какие-то косяки, потому что Яндексу показывать эти аргументы бесполезно, он деньги не возвращает. В том числе, как и аккаунты. Если что, я здесь специально написал парню. Опять же, без какого-либо хейта к парню. То есть, мне, честно, есть Антон или нет Антона. Ну, как бы, директолог и директолог. И вот. Даже можем потом почитать, но... Значит, 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 сейчас почитаем в конце. Пункт интересный, кто оплачивал... Так, 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 где я тут писал-то? Вот. Яндекс поняв, что он накосячил, обратно ничего не вернёт. Ну, то есть, действительно, если даже он что-то накосячил, ещё что-то, шанс, что он вернёт, только в том случае, если вы действительно какой-то крупный игрок на рынке. Я таких обслуживаю, я прекрасно знаю, что Яндекс, если вдруг что-то случилось, именно вот на аккаунтах, где большие открутки идут, то есть, например, в день, там, допустим, 500 тысяч откручивается, и так далее, там действительно Яндекс может пойти на свои, скажем так, потрогать интересы, и просто в какой-то момент вернуть деньги. Такое происходит, действительно. Но, к сожалению, не с рядовыми клиентами. И ведите записи разговоров в скринкасты по понятным причинам, так что... Ладно, дальше. По поводу успешности проектов. Значит, первое. Есть действительно 5% шикарных результатов, то есть, условно говоря, когда вы можете, там, на 1 рубль, 100 рублей, там, прибыли какой-то рассчитать и так далее. Я знаю, что в интернете огромное количество кейсов, где есть люди с заявки по 100 рублей, да, там, условно, люди зарабатывают миллиарды и так далее. Есть некоторые моменты, исключения, почему, да, действительно, это того, ну, это может работать. Первая причина просто, так как это ниша обычно либо замазана, либо рассказано, что это ниша, действительно, но она просто, как тапочки для тараканов, они нафиг никому не нужны, эта ниша, это какой-нибудь опт сложный, это сложная сама в себе ниша, редкая ниша, такого прям на самом деле пруд пруди и бывает, что конкуренции в ней не так уж и много, сколько хотелось бы. И там действительно можно получать очень дешевые заявки и люди действительно будут целевые, просто их будет не так много, сколько хотелось бы, потому что больше дальше выдавить нельзя никак. Есть шикарные результаты, когда связаны действительно с чем-то, то есть, условно говоря, сложились звезды и это круто, это действительно можно показывать как кейс, допустим, какие-нибудь пластиковые окна в Москве, но, как вы понимаете, закинув там 10 тысяч рублей, смотрите, какой классный кейс, ну, такой себе, потому что крупные раки туда закидывают по 3-4 ляма в месяц и, как бы, ваши 10 тысяч, они даже никого не впечатляют из крупников, кому действительно, в общем-то, реклама-то и нужна. Но, пожалуй, только в регионы пойти с этим всем можно, наверное, что-то показать в Бакане каком-нибудь или что-то еще. Есть 83% просто обычные, нормальные подписки, договора и нормальный, адекватный результат. Есть 5% где-то какие-то скандалисты. Есть 1%, где реально мы виноваты, вот мы возвращаем деньги, какой-то бартер предлагаем, еще что-то. Бывает больше. Сразу говорю, что иногда мы деньги возвращаем некоторым скандалистам, ну, что спорно, но, тем не менее, когда есть какие-то факты, действительно просто, ну, а зачем лезть на рожон, если, в принципе, люди отчасти правы чем-то. Камон, пожалуйста. Два, соответственно, есть моменты, связанные с тем, что вот у скандалистов есть, ну, допустим, Яндекс где-то сделал косяк, да, ну, я говорю, вот, например, он у меня удалил цели, ну, что я могу сделать, например, открутились деньги. И факт заключается в том, что мы же сами не уследили, правильно, это наш косяк. Значит, соответственно, ну, как бы, там Олег, там очень хороший мой знакомый, он, конечно, ни в коем случае скандалить не будет, но я деньги отчасти сам закинул, потому что, ну, это некрасиво в любом случае. Ну, бывают такие, в общем, с ними надо как-то каким-то образом урегулировать ситуацию, иногда это бартер, если хотите, может быть, бесплатное ведение, но просто это не всегда интересно, просто потому что у меня, например, и так большая часть людей, которые откручиваются, они бесплатно ведутся, ну, больше бюджета, чем 500 тысяч, все откручиваются бесплатно, и проще закинуть деньги на аккаунт свои собственные. Это можно сказать, как там парень писал уникальное, свое какое-то там он писал, уникальное торговое предложение. Хотя, на самом деле, здесь ничего такого нет. Вот, по поводу клиентов и скандалистов. По статистике, один из двадцати, ну, вообще, из общих подписанных договоров, первое, жалуются на исполнение рекламы. Ну, так бывает, ну, людям что-то не понравилось, вы можете сделать по-своему, какой-нибудь пример, да, привести надо. Ну, вот, у меня недавно был клиент, мы тоже его взяли, на тот момент был, это был август 2021 года, потому что в тот момент все переходили, мы переходили на мастер-компании, потому что, помните, оплаты за конверсии перестали работать в РСЯ и так далее, у парня, не буду говорить, какая ниша, у мужика точнее, в какой-то момент он сказал, введите мою рекламу, это была на оплатной консультации, я говорю, да, без проблем. Вот, только сначала я ему предложил переделать рекламы в одном стиле, не помню в каком, то есть у него была оплата за конверсию, мы то ли хотели ручные сделать, то ли еще что-то, не помню точно. В общем, в тот момент начали работать мастера-компании, и мы переделали на мастера-компании, что человеку очень не понравилось, и мужик постоянно на каждом этапе пытался что-то законтролить. И я сейчас могу даже зачитать эту историю, я сейчас найду, прям даже специально. А, да, я еще последнее время стараемся не работать с людьми, которые пишут аудио эти записи. Я забыл как мужик. Да, ребят, не найду, сорян. Ладно, потом этот кусочек подрежу. В общем, смысл какой в том, что просто мужик на каждом этапе пытался контролить нас, условно говоря, дайте мне директологу напрямую в таком формате еще, ну, уже началось. И я не против всех этих моментов вообще, но просто человек написал, давайте я вам просто верну деньги, да, потому что, ну, мы по-своему ведем работу, вы хотите по-своему вести, просто изначально мы договаривались об одном, ну, вы не хотите так работать. Он такой, нет, нет, давайте продолжим. Вот, но смысл какой в том, что дальше, ну, то есть, человек не жаловался даже на коммуникацию, потому что с ним постоянно менеджер общался 24 на 7, на самом деле, вот, когда они дотрахивают, это тоже, на самом деле, того не стоит иногда. Вот, человеку не нравилось то, что мы, мол, ну, делали другое, Потому что просто, ну, директ поменялся, ну, и объяснил вроде как, ну, ладно, хорошо. Человек не просил деньги назад, сразу скажу, то есть, тут не в этом вопрос был. Человек почему-то решил, что статистику, он просто смотрит в своем разрезе, а мы смотрим в нормальном, адекватном разрезе, то есть, мы ему продемонстрировали, ему это не совсем нравится, то есть, условно говоря, он смотрит там по дневным, по дням, да, а мы смотрим там за неделю, ну, потому что всплески, там подобное, мы видим свой результат. Нужно было сделать какое-то количество там продаж, условно говоря, там небольшие суммы, поэтому чеки маленькие, там ничего страшного. В общем, смысл какой в том, что надо было сделать, вдруг, это тоже оказалось, уже во время плавания, скажем так, посередине реки, что нужно сделать 60 продаж в день, ну, изначально мы хотели просто увеличить, потому что у него было чуть ли, до этого было, по-моему, 15 или 20, а упало до 10. Мы ему вернули обратно результат, и вот этот промежуточный момент, когда мастер компании только появился, мы ему начали делать заявки по адекватной цене, по той же, что и было, но в два раза больше, что я считаю, очень хороший результат. Но человек это не устроил, потому что он считал по дням. То есть, смотрите, вот есть дни, где там три заявки, условно говоря, ну, три продажи имеется в виду, именно конкретные продажи, то есть там удар, упор был на продажу, там своя, скажем так, тематика. Мы такие, ну, хорошо, в неделю-то нормально, в неделю нормально, но вот эти дни вот плохо, это значит, что вот, типа, вы не дорабатываете. И такой, блин, наеб... Ну, в общем, с человеком мы поработали, по-моему, один, что ли, день или что-то такое, ой, один день, один месяц, я про что-то другое уже подумал. Ну, вот, ну и нормально. Про то, что люди пытаются, жалуются, чтобы вернуть свои назад деньги. Ну, я такие случаи уже приводил сегодня, пожалуй, этого достаточно. Ну, в общем, как проверить их нормальные, адекватные или неадекватные требования? Для вас есть такая вещь, как несколько моментов. Первый, это трафик, ГХТ, да, горячий, тепло-холодный. Вы можете посмотреть у себя в статистике, у вас есть директ, там подобное. Ну, мастер отчетов и прочее. И Яндекс.Метрик. По понятным причинам вы можете посмотреть, насколько горячий трафик пришел. Время на сайте, другие важные параметры, скажем так. Лиды, то есть, можно ввести общую Google Doc таблицу, где сравнивать хорошие или нехорошие лиды и тому подобное. И доступ к CRM-системе. Про доступ к CRM-системе и вообще к лидам, пожалуй, тоже стоит сказать. У меня был один клиент, ниша банкротства физлиц. Первый раз с банкротством я столкнулся в 15-м году, когда только вышел закон, и мы тогда начали делать эти лендинги. Тогда все было хорошо. И пришел человек, если я правильно помню, это было... Я был на Шри-Ланке. Это был год 18-й, наверное. Тоже, по-моему, по сарафану мужик пришел. В общем, он отделился от компании крупной и решил сам начать продавать банкротства физлиц в Москве. Я сказал, что заявка будет стоить 1100 рублей, если я правильно помню. Я, кстати, не соврал. Ну, посчитали, просчет сделали. Сделали за 1050 рублей заявки. И, в общем, проходит месяц после работы. То есть, сначала все было нормально. Первый месяц после начала работы рекламной компании. И мы сделали 80 заявок. То есть, потратили там, условно, 80 тысяч с копейками какими-то. 81, там, условно, тысячу. И человек говорит, все полное... Ну, мы такие, почему? Ни одного клиента не дошло до... Соответственно, до офиса. Это целевое действие следующее в воронке. Мы такие, окей, поняли. Сейчас разбираться будем. Мы такие, нет, не надо. Вот вы такие всякие плохие. То есть, в какой-то момент просто резко происходит конфликтная ситуация. Просто ловится... Ну, если ничего, до этого не было ничего сказано. То есть, спрашивали человека, он ничего не отвечал по поводу вообще клиентов и тому подобное. И в какой-то момент мы такие, окей, не вопрос. Потому что, реально, люди могут требовать назад свои деньги. Вот таким резким, ярым телодвижением. Мы такие, дайте, пожалуйста, доступ к CRM-ке. Или дайте, пожалуйста, выгрузку всех телефонов. Мы делали, если я правильно помню, только рекламу. Ну, могу ошибаться, может быть, делали и сайт. Но, может быть, у нас даже были доступы, но мы просто попросили. То есть, я не помню, честно, что там происходило. Но я точно помню, что мы запросили именно доступ к списку клиентов. Мы такие, вы что, думаете, что мы плохо продаем? Ну, мы такие, ну, у нас есть подозрение. Давайте мы прозвоним, попробуем, посмотрим. И чувак пропадает мгновенно. Ну, то есть, просто пропадает, он перестает отвечать. И одновременно, ну, вот, ну, тоже странно. Ну, дай, если ты считаешь, что ты прав, дай доступ к CRM-ке, либо дай доступ к списку этих клиентов. Мы позвоним, узнаем, что там происходит. А то получается очень странно, правильно? Я не говорю, что человек прав, виноват и так далее. Мы работу свою выполняем, опять же. И, повторюсь, работайте по этапу. Ну, то есть, идет этап, он, человек оплатил, все, как бы, будет замечательно. Значит, как защититься? Последнее, пожалуй, что буду говорить, да, сегодня. Первое, нужно подписывать договор. Ну, по понятным причинам. Второе, просите оплату на юрлицо. Тоже это адекватно. Потому что, если вы будете на карту, ну, я уже объяснял. Как бы, какое-нибудь незаконное обогащение, еще что-то потом объяснять людям или налогово, или еще что-то, что вы работаете в черную. Ну, в общем, дело такое себе, я знаю. Поверьте. Дальше. Записывать скринкаст, как делаете работы. Директы, дворцы, прочее. Хотя бы частями. Не обязательно все, но это вам потом очень сильно поможет. Это правда. Дальше. Вести переписку по почте. Ну, достаточно такой тоже важный элемент в деловой переписке. Ватсап, это немножко не то. Телеграм тоже. Там можно, во-первых, все потереть. Во-вторых, аудиозаписи и тому подобное, это тоже не имеет никакой юридической силы, напомню. А почта, электронная почта, если мы не пересылаем просто PDF документы, подписанные, сканы. Хотя это тоже, конечно, имеет какой-то вес. Но все-таки. Это круто. Это лучше. Намного лучше. Записывать разговоры по телефону с клиентом. Ну, я думаю, уже объяснил много раз, что действительно нужно делать. И никаких всяких скайпиков, зумиков и прочую историю, которую вы потом... Ну, короче, доказательная база у вас будет нулевая. А клиент может не пойти в суд. Он может просто пойти в интернет, писать всякие гадости про вас и так далее. Ну, просто на рандомном, на ровном месте. И вы потом ничего не докажете. Мы часто эти вопросы, скажем так, пытались урегулировать. То есть, когда человек уйдет, мы сейчас пойдем рассказывать про вас гадости. Мы такие, хорошо, поняли вас. А почему? Ну, там начинается разговор, тра-та-та. Верните деньги, например. Бывают такие шантажисты. И вы такие, хорошо, пожалуйста, вам все разговоры наши. И они сразу пропадают. И замолкают о том, что ну, а что делать-то? Это же будет максимально глупо казаться. И плюс к нашей репутации, скорее, нежели чем. Но, тем не менее. В общем, вы поняли, что это тоже само по себе является некоторым таким моментом давления на клиента. Ладно. Я буду заканчивать. Надеюсь, был ролик более-менее познавательный, а не просто вода. Если что есть добавить, я думаю, что есть добавить. Напишите в комментариях. Буду очень рад. Я готов подискутировать на эту тему. Пожалуй, все. Ладно, еще хотел что-то посмотреть. Там что-то парень подписал. Давайте внизу почитаем. Так. Чувак, наверное, написал попозже. А, нет. Нет. Это парень написал попозже. Допустим, у вас такая статистика взаимодействия с продвинутыми клиентами, которые очень прошарены и не знают, и знают, как через Яндекс. Ладно, ребята. Короче, я объясню просто еще раз. Ладно, давайте. Дальше меня отправили. В чем я обманываю клиентов? Дальше меня отправили в отдел по работе с агентствами. Я не знаю, зачем отправили. Где уже объяснили, что клиент работал с агентством, с договором Яндекс. Так, подождите. Причем опыт, который очень прошарен. Причем вот настолько большой, что адвокатное решение Яндекса для вас в диковинку. Да, это в диковинку, ребята. В первом посте я написал официальную позицию Яндекса. В чем я обманываю клиентам? В том, что позиция Яндекса официальная должна быть написана где-то на бумаге. Потому что, как только, повторюсь, ребята, есть такая вещь, как кнопка переноса. Давайте я ее сейчас найду. Перенос аккаунтов Яндекс.Директ. Только нужна не реклама, естественно. Нам нужен сам Яндекс. Называется это «Проблема с доступом в Директ». И, по сути, я забыл логин, я забыл пароль. И как только есть эта штука, это и есть официальная позиция Яндекс. Давайте прочитаем. В некоторых случаях мы можем перенести компанию на другой логин. Я понимаю, кто скажет, что в некоторых случаях это имеется в виду, что исключительные случаи, но это не так. Если восстановить доступ к аккаунту, не получится. Для этого необходимо оставить заявление для всех плательщиков, которые оплачивали рекламные компании, и прислать или самостоятельно доставить оригиналы. Оригиналы не нужно никуда доставлять. Известный факт. И вот, пожалуйста, физические лица и юрлицы. Единственное, почему человеку могли забраковать, мы сейчас дочитаем, конечно, все-таки, это потому что нужно от всех плательщиков. И здесь лайфхак как раз есть в том, что если вы сами закинете 10 косарей, например, на аккаунт, свои собственные, то от вас тоже нужно заявление от плательщиков. Это маленький секретик. И тут ничего сложного нет. Это в открытом доступе. Я просто написал перенос аккаунтов. Камон, ребят. А что нужно? Для физлица. ФИО и паспортные данные плательщика. Номер рекламных компаний. Пожалуй, тоже момент. Если нет доступа у клиента, то, наверное, он не сможет это сделать. Причина переноса. Любую можно указать. Я парню написал, я говорю, например, потеря аккаунта. Типа, потерял доступ. И все. Они перенесут. Камон, ребят. Ну, типа, новый логин, на который необходимо перенести компанию. Просто парень сначала писал, что, мол, смотрите. Мол, такое не может происходить. Такое сплошь и рядом. Я думаю, ребят, напишите в комментариях, если у вас такие случаи тоже были, когда у вас угоняли клиенты, аккаунт. Камон. Новый логин, на который необходимо перенести компанию. На этом логине должно быть других. Ну, по сути, представители делают. Номера нескольких оплаченных счетов. Последних актов. Изи. Изи для клиента. Второе. Название ИНН организации, которая осуществляла платеж. Номера рекламных компаний. Причина переноса. Новый логин, на который необходимо перенести для юрлиц. И номера нескольких оплаченных счетов. Все. Причем это может быть как физлицо плюс юрлицо. Просто они могут вместе там, просто пришлют себе информацию, и этого достаточно. Все. Вот. Так что это так не работает. Ну, ладно, давайте зачитаем. Значит, в первом посте официальную позицию я вам. В чем я обманываю клиента? В том, что нет официальной позиции. Типа, я позвонил в Яндекс, это не официальная позиция Яндекса. Официальная позиция Яндекса должна быть написана на бумаге. Где-то. Ну, а то, что, где я вам найду? А то это получается фигня. Я могу тоже пять раз позвонить в Яндекс, но вы понимаете. Ладно. Дальше меня отправили в отдел по работе с агентствами, где уже объяснили, что клиент работал с агентством, договором с Яндексом. То платежным лицом является будет агентство. Это нет. Во-первых, не всегда. Во-вторых, это все полная херня. И я вам честно скажу, это все можно спокойно исправить. Это раз. А во-вторых, я напомню, что в моем, например, случае я делал просто тупо на частном аккаунте, как и Антон наверняка делает типа на частном, правильно, аккаунте. В общем, просто-напросто делаете директ, и дальше владимецом является плательщик. Запомните это. Я понял, о чем идет речь, что клиент работал с агентством, с договором Яндексом. С платежным лицом всегда будет агентство. Не всегда. Сильно расстроен, но не всегда. Ну, есть некоторые нюансы. Вот, пускай есть и другая сторона медали, она не может опровергать специальную позицию в корне. Нет, ребята. И я вам больше скажу, что если вы звоните в отдел Яндекса и так далее, вы, по сути, владелец сайта, у вас есть, например, какие-то определенные доступы и так далее, и вы просто говорите, я хочу поменять агентство, они перенесут все ваши Яндекс.Маркеты и так далее. Я Яндекс.Маркет лично переносил, так что не надо рассказывать, как бы, кому. И это, кстати, было тоже в том случае, когда я у чуваку Яндекс.Маркет как раз, вот про свет я рассказывал, да, когда у меня уводил, как раз мужику ввел аккаунт как раз по итогу. Это произошло достаточно простым способом, да, такой маленький автопчик в конце. В общем, мужик написал в Яндекс, и хоть это и был, я напомню еще раз, мой аккаунт, он все это дело получил максимальный доступ, и, ну, это тоже можно открыть и посмотреть просто легко. Например, я могу открыть такие аккаунты. У меня просто на аккаунтах есть все хронологии, на всех абсолютно. Так вот, то что, смотрите, соответственно, что произошло. Произошло то, что человек до этого, у него не было Яндекс.Маркета, и мы Яндекс.Маркет с нуля не создавали. Я запросил, позвонил в агентство, объяснил, что клиент хочет поменять доступ. Он такие, да, без проблем. И Яндекс.Маркет был перенесен на аккаунт, ну там бета-свет он назывался, бета-свет. Все, проблем никаких не было. Яндекс.Маркет был перенесен. Все, никаких сложностей нет. У агентства он был изъят. Ничего сложного нет. Это все то, что мне объяснили по телефону, но, типа, я не пробовал. Это как все равно, что мне рассказывали, что женщина, она теплая, но я ее не трогал. Ну, просто давайте будем честными, ребята. Я понимаю, что вам не нравится это, вы можете, как бы, оспаривать эту ситуацию, типа, я никого не обману. Да я не против. Ну, типа, камон. Это и уникальные случаи, бесспорно. Но тоже объяснять ребятам, которые занимаются по 9 лет директу и объяснять, что они не правы, ну это как-то странно. Нет, вы правы, что это делаете, и это ваше абсолютное право. Но опыт есть опыт. Если он есть, то не надо с ним тоже спорить. Все-таки. Вот. А по поводу того, что, типа, ДТП и что-то бабки, я тут не буду, я не приводил никаких левых примеров, потому что пример не является, аналогия не является доказательством. Это основы логики за 9 класс. Вот. Ну, ладно. Повторюсь, никакого кантону тут нет, типа, удачи ему вести, ну, как бы, директ, да, и так далее своим клиентам. Вообще, ну, как бы, ребят, ни в коем случае не против этого, потому что, ну, я понимаю, типа, кровь, я тоже всегда раньше пытался доказать, молодая кровь, но, ну, типа, против пруфов не попрешь. Я думаю, что у многих таких, у ребят, у директологов есть опыт, когда директ доставался клиенту, особенно, типа, если, как вы видите, тут именно случай, когда был, платежным лицом было агентство. Платежное лицо, если что, просто тот момент, который немножко Антон не дописал, я тоже, например, договорю, есть такая вещь, называется транш. То есть, деньги, чтобы не платить налоги, подписывается как раз прямой, ну, агентский договор с Яндексом, чтобы деньги перетекали. То есть, соответственно, они приходят, и они попадают, как мы знаем, на, ну, это не всегда, я сразу говорю, есть исключения. Во-первых, есть всякие еламы, гетюники и так далее. Мы это напомним, что это тоже большой агентский аккаунт, там тоже целая история. Вот, но отдельно хочу заметить, что именно конкретно с агентством, это агентский аккаунт с Яндексом подписан, и, соответственно, деньги, откуда изначально, в принципе, шли, они известны, скажем так. Это не так сложно объяснить, доказать и так далее. И, опять же, это все, как мы понимаем, с помощью вот этой замечательной кнопочки. Не надо никуда звонить, достаточно просто не надо звонить. Вы попробуйте сделать, и у вас очень легко это получится. Особенно, в первую очередь, напомню еще раз, не типа я почитал, я позвонил, а я сделал, и у меня либо получилось, либо не получилось. Тут попробуйте сами. Попробуйте, посмотрите, и вы поймете, что у Яндекса, конечно же, есть свои... Ну, я про баги фичи сейчас рассказывать не буду, там просто парень, видимо, решил на эту тему как-то заскочить. Но мы знаем прекрасно, что это рабочая схема. Ладно, господа, в общем, это маленький оффтопчик, буду заканчивать. До скорых встреч, надеюсь, на ваши комментарии на YouTube, ВКонтакте. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok